привет дорогие друзья мы мельницкой области таки продолжаем дальше путешествовать и сейчас ищем водопад гуральский водопад нам подсказали ребята на другом водопаде мы были как заехать машиной но там надо было делать круг через поле местные жители нам подсказали прямую дорогу но как оказалось на ней есть лужи по ней проехать было нельзя поэтому мы оставили машину и чуть-чуть дальше идем пешком сколько нашей семейки веселой придется идти пешком и пока не знаем google отказывается показывать нам эту дорогу google говорит езжайте вокруг 7 и 8 километров но мы решили пойти все-таки другим путем и идти искать по звуку по нашим подсчетам нам где-то метров 700 800 какой-то звук рядом мы слышим в бьющийся в обе тут вокруг везде лет участочки такие тут лес с этой стороны от этой стороны вот такая гора тоже заросшая деревьями и так мы идем его искать как только найдем и там снимем видео а самое главное мы расскажем в описании к этому видео как правильно к нему добраться для того чтобы у вас не возникало таких сложностей с доездом на любом транспорте и так за троп работает для вас мы идем искать водопад так по звуку мы все-таки поднялись выше нашли мы звук воды вот под нами водопад вот его арестично видно сейчас осталось только найти дорожку подход потому что он видите есть смотровая площадка с той стороны сейчас мы попытаемся к ней зайти каким-то образом друзья так чтобы спуститься сюда к водопаду вот видите есть тропинка вот такая вот потом надо переступить через этот ручеек который идет видите здесь такие маленькие водопадики везде красивые идут журчат можно конечно отсюда вот спуститься но более явно крапивы очень много осторожно переходим через ручеек и попадаем вот в такое красивое место смотрите но сам водопад ниже вон он вот мы стояли только что на той скале а он ниже нам нужно пройти еще вот так вот отсюда найти какую-то тропинку для того чтобы спуститься к той смотровой площадке и так мы спускаемся ниже ищем дорожку там красивый вид иду смотреть красивый вид и мои девочки всегда подсказывают мне откуда какой красивый вид что я не везде успевают для вас снять да действительно смотрите знаете мне напоминает большой каньон крыма вот точно также течет ручей и такая же красота чистая вода вот в ландшафт один в один и внизу вот там вот озеро любви как двигаемся дальше и какая зелень какая красота при том что уже середина сентября уже видите листья многие валяются на полу но при этом здесь вот есть такие накопанные ступеньки видите мы как всегда с детьми наша мать героиня ползет впереди протаптывает дорожку но мы сзади она змей пугает да мы сзади с камерой тихонько себе двигаемся дети на руках удивительно как еще второго на руки не взял обычно двоих на руки берет и шурует а третий от третьего на голову поэтому ну вот смотрите тут открывается уже сумасшедший вид реально сумасшедший сейчас мы спустимся вниз и покажем полностью все это огромное спасибо ребятам которые нам подсказали из сумм про этот водопад честно сказать мы пропустили его локацию не попадался он мне нигде в описании но теперь мы знаем что здесь есть такая красота но опять таки вот это мусор мусорная урна это конечно жуть вот смотрите какая здесь красота вид конечно действительно достойный очень классно спасибо огромное суммам так теперь мы со смотровой площадке двигаемся по вот такой вот лестнике вниз а пока вот здесь я прохожу хотел показать для тех кто не знает вот смотрите есть вот здесь такой вот камень интересный видите вот белый он сверху внутри он такой черно-коричневый вот его много здесь все все полностью скалы практически это он вот это называется кремний его очень много в кременце возле тернопольской области но здесь видите он тоже присутствует тоже в чем его особенность берете вот этот камень отбиваете вот это только черные части набиваете кладете ну мы помыли и кладете в воду он являя про проводит обеззараживающее действие полезно насыщает воду полезными микро или макроэлементами и дезинфицирует ее очень действительно классный камень почему вот здесь все эти ручьи водопады и джерельца которые есть они все действительно чистейшие и безвредные вы можете совершенно спокойно с них вот видите какой большой вот он вот вот большой вот такой вот он черный темно-коричневый черный вот его вот видите вот можно такие вот чистые набрать вот сейчас на солнышко вам покажу вот вот его если помыть использовать скажу так кременце и в почаеве если вы обращали внимание на базаре их продают в кулечках маленький кулечек не знаю в этом году прошлом году стоил 50 гривен действительно интересный камень это так для интереса все равно если вы лазите по подобным местам вы знаете уже знаете как ты что можете набрать смотрите здесь сделана такая вот дорожка вы знаете очень классно здесь звучит голос за счет того что вот это все ниши вот такие здесь как будто в оперном театре сейчас обалденная красота видите есть место где можно присесть можно вот там пройти по дорожке туда но не советую потому что вот эти скалы могут обрушаться туда лучше не лазить видите вот куски падают вот так вот оно все ярко и красиво особенно вот на закате когда солнце садится как раз вы видите попали в удачное время как раз у нас он освещен солнечными лучами очень красивый водопад действительно советуем посетить ну а зоотроп конечно работает для вас и двигается дальше ну видите наша виктория решила уже помочить ножки и пошла самую чаще самую купель скажем так а мы попытаемся залезть чуть выше под водопад вот сюда красивое место очень красивая поросшим помните хорошая папоротня там видите какой красивый мох яркий это вам я Продолжение следует...